Первое. В следующий раз действительно будет на лекции полузачет. Письменным минут на 15 буквально два вопроса. Будет один вопрос теоретический. Описать алгоритмы, какие-то базовые понятия. В основном я вынес все алгоритмические вопросы на второй вопрос. Всего 10 вопросов теоретических есть в видах и 10 практических на реализацию алгоритмов. Вот сейчас, если я не получу никаких замечаний преподавателя, ведущегося в лабораторной работе, то я выложу сегодня буквально итог. Вопросы подготовлены, они будут лежать в качестве лабораторной работы временно. Но они будут лежать, чтобы вы их видели. И я думаю, даже после лабораторной они там от ней, над ней останутся. Я подумал, может вообще отдельная страница. Вот она будет соответственно идти 22 пункта вопроса полузачет. Понятно? Сегодня вечером можно их уже проверять. Но мне нужно получить открыт, чтобы все преподаватели увидели, что все нормально. Замечаний нет. Значит, и... Да, просто подождите, какая лабораторная работа. Контрольная. В следующий раз на следующей неделе. Контрольная. В чем ее отличие от тех контестов, которые вы пишете? Вот эти контесты мы вам даем доделывать в течение недели, иногда даже подольше. То есть вы можете дома прийти, посидеть, доделывать. Контрольная будет с вариантами, как она будет меняться до дня к день. Ну, по крайней мере, в существенной части задачек при сохранении их сложности. И она будет открываться ровно на время вашего. Семинара. Почно приходите, получаете логины с доступом туда. Достаточно отдельно. Я говорю, для дымашних, для мабораторных контестов. Где пишите? А? Поскольку у нас сейчас идут контесты постоянно на лабораторных работах, то отдельная тренировочная не требуется. Сложность задачи, их направленность, их алгоритма будет такая же, как на этих контестах. А чем у нас приходит? Свои условия. Вы, да. Ну, если вам для этого напоминают. Почему? А? А там не будет, да? Ну, да. Этот мы на контрольную обычно отключаем. Но это мы сейчас обсудим. Я в том, я не помню, в том семестре, в котором было решение. По-моему, не отключались, да? Ну, вообще, вот гуглить и искать алгоритмы, это такое. Дело безнадежное обычно для работы. Я обычно еще и запрещаю, это нельзя, но это дело безнадежное, потому что надо сразу знать, как он пишется. Так, значит, у нас с вами осталось. Кто пройти? Первое. Я вам не рассказал алгоритм, который ищет кратчайшие расстояния для каждой вершины по отношению к каждой. У нас есть в запасе алгоритм Дейкстра, который за O от N квадрат ищет расстояние от одной вершины до всех остальных. Да? Ну, правда, тот, как пример, который я приводил, там была похожа, по-моему, в ассептоте, но можно довести до O от N квадрат. Можно сделать такой интересный алгоритм, который имеет очень простую и довольно понятную реализацию. Это алгоритм Лоидов-Морджа. Алгоритм. Для кого, чтобы его объяснить, мне не надо даже рисовать граф. Вот, фишка его. Смотрите. Вы помните, что такое динамическая программировка? Задачки про кузнечика и каражинка. Вот смотри. Я буду строить последовательность, последовательность матриц А и Т-жи-тая. Последовательность матриц. То есть, будет приближение нулевое, потом первое. От этой матрицы мы перейдем к матрице А и Т-жи-тая первой. А и Т-жи-тая вторая. Итак, и в какой-то момент мы дойдем до А и Т-жи-тая. Н, где Н, это у нас количество вершин. Н, количество вершин. Сразу очевидно, что сложность этого алгоритма, если здесь построение очередной матрицы размера Н на Н вершин, будет происходить. Если оно не будет содержать каких-то особенных сложностей, а оно не будет содержать сложности, оно будет вычисляться методами динамического программирования по значениям предыдущей матрицы. Довольно тривиально. То получится, что у нас Н квадрат операций при переходе и всего Н переходит. То есть, сразу можно сказать, что О от Н. Что это за матрица? Значит, глобально, глобально, Вот это А и Т-жи-тая. Это ответ. Это кратчайшее расстояние. Кратчайшее расстояние. То есть, длина кратчайшего пути от И-той вершины к жидке. Кратчайшее расстояние От И-той до Ж-той вершины. Но есть поправочка. Как у нас было в динамическом программировании. Нужно вычленить... Правильно назвать функцию уже половина дел. Вот нам нужно сделать так, чтобы мы смогли строить очередную. Вот что это за карты? Что это за номерки? Мы же не можем сразу знать кратчайшее расстояние. Вот это добавочку делаем. Катая. Это кратчайшее расстояние от И-той вершины до Ж-той вершины. Но как промежуточными можно пользоваться. При этом... Как промежуточными... То есть в середине пути, да? То есть в какие-то промежуточные от И-той к Ж-той, можно пользоваться... Пользуемся от... От первой до К-той. Понятно? То есть, короче говоря... У нас возможные промежуточные точки, через которые мы можем попрыгать, да? Чтобы достигать от И-той каты. Не всеми вершинами, а только под множеством. От И-той до К-той. От первой до К-той. От первой вершинки до К-той. Что такое А-И-той житое нулевое? Это значит, что промежуточными вершинами пользоваться нельзя. Понятно? Тупо промежуточными вершинами пользоваться нельзя. Отсюда мы... Вот это, да? Это... Чему она равна фактически? А-И-тая житое нулевая. Пользоваться промежуточными нельзя. Длины кратчайших расстояний от И-той кжитое. Это что такое? Это весовая матрица. Это просто весовая матрица. И все. То есть, прямые пути есть, ребро есть. Пожалуйста, вот оно кратчайшее расстояние. Ребра нет плюс бесконечность. Да, в этом случае, поскольку алгоритм не подразумевает различия, там, вот, есть ребро, нет ребро, в смысле отдельно, заполнительно матрица смежности, это просто вес... Фактически работа происходит в самой весовой матрице. Да? Ну, как бы в самой. Можно копию ее сделать рядом. Да, и вот на этой матрице дальше мы осуществляем эту работу. Строим N таких матриц. Понятно, да? Последователь. Начиная с оригинальной весовой матрицы, где при отсутствии ребра мы выставляем значение плюс бесконечность. Ну, актуальное плюс бесконечность. То есть, которое, некоторое там число, которое заведомо превышает самый длинный возможный путь. Понятно? А дальше, собственно, начинается следующая раскрутка. Следующая здесь. Смотрите. Чему равно кратчайшее расстояние, А и Т, Ж, Т, через К вершин? Если мне известно только предыдущие, да, вот, все кратчайшие расстояния на предыдущем шаге мне известно. То есть, мне известно матрица А, К минус первая, все Иты и Ж, да? А я хочу построить матрицу кратчайших расстояний, когда я допускаю использование еще и К той вершины. не только всех с первой по каменью в первую. Что это значит? Что у меня А и Т, Ж, Т при использовании К этой вершины будет равно чему? Либо мы этой К этой вершины будем пользоваться, если это выгодно, в качестве промежуточной, да? Давайте я нарисую принципиальную схему. Вот Итая вершина, вот Житая вершина. Между ними существуют какие-то пути, да? По только К промежуточным вершинам. Да? Это по К вершинам. К минус один, пожалуйста. К минус один вершина. Да? Среди этих путей есть кратчайший, вот он и нарисован. Понятно? Я говорю, а я еще добавляю вершину К. Но очевидно, что вершина К либо лежит на новом кратчайшем пути, либо нет. Правда? Сейчас мы забываем про все остальные К плюс первую и так далее до Энтой. Ими не пользуемся, потому что мы строим кратчайшее расстояние при использовании только К вершины. Как промежуточного. Поэтому у меня получается так, что вот какая-то траектория, да, вот, которая проходит через К минус одну вершину и заходит в К, и через К и по К минус одной вершинке остальным добирается до жизни. Понятно? Можно вопрос? Да. У нас обязательно путь должен лежать через К минус одну вершину, если он содержать в себе К минус одну вершину? Нет, это как раз не требуется. Это просто допуск того, что этими вершинами можно пользоваться и какая-то из траекторий является кратчайшей. Может, там она прямым ребром. Но смысл в том, что длина этой кратчайшей, но у нас, кстати, сама кратчайшая траектория тут нигде не запоминается. Только длина кратчайшей траектории, вот она у нас хранится. Еще раз говорю, когда нельзя пользоваться промежуточными вершинами, то это просто весовая матрица. А дальше? Что я буду говорить? Что у меня новое кратчайшее расстояние, когда еще одну вершинку как промежуточную допускают, оно равно меньшему из двух, либо ей просто не надо пользоваться, если оно меньше, либо сумме кратчайших расстояний до сюда и до сюда. то есть, я говорю, оно равно минимуму из А, И, Т, Ж, Т, О, К минус одной вершинки, не пользуемся вершинкой К, либо оно равно от И, Т, до К, при этом понятное дело, что Катая вершинка просто в кратчайшей траектории сама к себе, она не нужна как промежуточная, поэтому тут не надо писать Катая, да? К минус один, она автоматически оттуда руководит, да, предыдущего шага, плюс А от Катой до Житой. О, К минус одной вершины. Вы поняли эту логику, да? А? А потому что от Катой до Житой нам нужно Катой вершиной пользоваться как промежуточной. Это может укоротить траекторию? От Катой до Житой пользоваться Катой вершиной как промежуточной. Нет. Ну и все, значит, она же просто край, поэтому она, ну, она и так есть, она не может там еще как промежуточная. Зачем можно? А мы еще больше, если А и К, то есть, может, типа, нет. Нет. Тут вопрос не в том, что их будет больше. У нас известен как длина какого-то кратчайшего пути. от Итой до Катой. Известна длина кратчайшего пути от Катой до Житой. У вас есть предположение, что есть какая-то вершина, которая на этом пути и тут кратчайшая, и тут кратчайшая. Такая есть. Не исключено, что ну, например, нет никаких дополнительных ребер, а вот вершина просто одной ребра торчает. А тогда наверняка вот эта траектория, она и есть кратчайшая. Она, по крайней мере, или, по крайней мере, она конкурент той, которая еще короче ее, без использования пары. Тогда у нас просто по минимальности вот это выиграет. Понятно? Она окажется короче, и все. Еще раз. Идея этого алгоритма динамическое программирование. Понятно? Ну, то есть, рекурсия реализованная без реальной рекурсии, а наоборот, от начала и поехали. Да? Вот оказывается, что можно поэтапно добавлять по одной вершиночке, а теперь этой можно пользоваться как промежуточной. И пересчитали матрицу кратчайших расстояний. Здорово? Поняли логику? Ну, давайте напишем реализацию. Значит, тут дольше сейчас еще момент такой есть. Хранить все матрицы, вообще все-все-все матрицы не нужно. Мне достаточно только предыдущей матрицы для вычисления следующей. Понятно? То есть, она не требует ОАТ-н-ку памяти. Она требует дополнительно ОАТ-н-квадрат памяти, то есть, столько же, сколько весовая матрица, да, я могу на следующем шаге пересчитать. Но я сейчас сделаю неэффективно попасть. Просто, чтобы не изобретать алгоритм, а я готовый, да, я сделаю неэффективно попасть. С запоминанием всех промежуточных результатов, которые, как помните, для чисел Либоначчи тоже писали, да, когда динамикой писали, то я делал можно было два числа помнить последних и вычислять следующих. А мы запоминали всех. Вот, вот то же самое. Я сейчас буду запоминать все эти предыдущие состояния, но это не надо. Достаточно держать последнюю матрицу, вычислили следующую и как мы перетерли ей к суставу. Но на время, пока мы вычисляем следующий шаг, предыдущую матрицу нужно целиком держать. Ясно? Все, я поэтому не оптимизирую. Так, ну что, я создаю сейчас как бы фактически трехмерную матрицу-матриц. Да, она у меня будет состоять из чего? Три вложенных генератора, в них во всех вписываем бесконечности, бесконечность еще, некоторая актуальная плюс бесконечность, я ее назову инф, какое-то очень большое число. Инф, значит, что у нас? Для g in range n и in range n на самом деле здесь можно проще умножить на n а вот так, n маленько. Ну, здесь n маленько, таки, принципиально. n это качество вершины, то, что у нас классическое. Я его, как здесь, n маленько. Дальше, это первое, умножить форма i in range n, так, и здесь нам нужно на одну больше, потому что мы начинаем от нулевой и заканчиваем n. Форм k in range n плюс 1. заполняем эту а значением из весовой матрицы к точке 0. Соответственно, а к точке нулевой придется отциклами. for i in range n сейчас я же могу поскорее это сделать, да? Могу да, я могу сделать как? Я могу в а нулевую иту в срез от начала до конца я в линейной линейной списке я могу взять и заполнить содержимым из весовой матрицы. Поэтому я в срез присваиваю значение весовой матрицы соответственно в этой строке ну от начала до конца. Срез писать не обязательно, потому что я присваиваю в срез я раскладываю значения. Ну я мог написать амбукатаж сэкономию и стоимость. Нормально? Все понятно? Просто заполняю в нулевом значениями В и Т и Ж. Так, теперь собственно сам алгоритм. Он пишется в четыре строки. Для А по порядку диапазон он щегон мы переходим соответственно нулевая у нас переход не нужна то есть у нас n переходит начинаем с единички и до n включитель и но. Дальше. Я поэлементам для каждого и того житого должен пересчитать его новое состояние по старому. Соответственно форм А in range n двоеточие форм j in range n двоеточие и что мы делаем? Мы просто вычисляем а на каждом шаге А К д и д равно минимуму из меньшего из двух либо АК минус первое и д житое запятая либо сумма какого АК минус первое и д карта и д карта да плюс АК минус первое карта и джитая квадратная закрылась круглая закрылась все ответ лежит где? как в обычной динамике в последней n матрице там лежит итоговое кратчайшее расстояние от каждой вершины к каждой от каждой гад этот алгоритм будучи простым крайне простым в реализации не требует дополнительной памяти и только в асимптофике он хуже до экстрем в той ситуации когда нам нужно найти от одной ко всем остальным если же нам нужно найти помните задачку столица контест ведь фактически там требуется расстояние от каждой к каждой нам нужно для каждой вершинки найти сумму кратчайших расстояний до всех остальных это что такое это а м для и вершинки я суммирую все житые ну кстати я не сказал что а ито ито считается равным ито если копировать весовой матрицей то у нас там нолики нужно там где самой вершине ноль так вот получается что у нас просто нужно просуммировать ну по сути максимальная сумма строки да после вот этого ясно и это эффективно для вот этой ситуации когда надо от каждой каждой кратчайшей расстоянии вот есть еще один плюс у алгоритма Флоида Оршула по сравнению с алгоритмом Дейкстра иногда в графе существуют отрицательные ребра отрицательного веса алгоритм Дейкстра в этом случае не работает алгоритм Флоида Оршула работает с маленькой поправкой он не работает в такой ситуации когда есть цикл отрицательного веса то есть когда мы можем пробежав круг набрать отрицательный вес в этом случае вопросы о кратчайшем расстоянии между вершинами вообще сложные то есть непонятно я всегда заглядывая в этот цикл могу намотать себе минус бесконечность понимаете качество расстояние уменьшается уменьшается и минус бесконечность поэтому в ситуации с циклами отрицательного веса минус один минус три плюс два все можно наматывать если цикл нулевого веса но это еще ничего сработает можно с циклом отрицательного веса его нужно детектировать и остановиться я сейчас не помню как детектируется цикл отрицательного веса есть для этого дела какой-то способ сейчас скажу при наличии ребер отрицательного веса значение аид может уменьшаться поэтому возможно что у нас значение которое было равно инф уменьшилось благодаря наличию ребер но пути все равно нет нужно либо ставить дополнительные проверки что аид не равно инф приседание делается а если ребра нет то мы не берем либо незначительно меньшие чем бесконечность значения тоже считать оттуда пути а еще один момент алгоритов флойда некорректно работает при наличии цикла отрицательного веса но если при этом путь отитой дожитой вершины не содержит цикла отрицательного веса то все равно он правильно найдет то есть если на пути его нет он найдет и еще можно определить наличие цикла отрицательного веса этим же алгоритмом если вершина и лежит на цикле отрицательного веса то значение аито ито будет отрицательным после окончания алгоритма то есть ситуации аито ито если эта вершина вообще лежит на пути лежит на цикле отрицательного веса так вот для них у нас значение которое получится будет отрицательным при этом каких-то зацикливаний проблем не будет он работает железно за n куб итераций не может быть никаких ошибок зацикливаний и так далее поэтому флойд воршел еще и поможет детектировать вершины которые лежат на циклах отрицательного веса понятно вот такой вот алтарин так дальше мы с вами восстановление пути там происходит аналогично как же нам надо найти мы как dx3 можем отшагать найти вот слава 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 Так, еще одна вещь я вам рассказал, которая требуется. Это топологическая сортировка. В принципе, можно было обсудить топологическую сортировку раньше, потому что одна из задачек, которая у вас была, ее явно не требовала. Что такое топологическое сортировку? У нас граф рассматривается ориентированно. Ориентированно граф может содержать циклы или не содержать циклы. Правильно? Например, в топологической сортировке предполагается, что граф не содержит циклов. Что граф ациклический. Если граф не содержит циклов, не содержит циклов, то, что это значит? Что его вершины можно пронумеровать, то можно пронумеровать вершины так, что любое ребро идет от вершины с меньшим весом к вершине с большим весом. Так, что любое ребро идет... Я применил слово «вес вершины». Можно так говорить, да, но от числового значения вершины. Идет от вершины с меньшим номером к вершине с большим номером. К вершине с большим номером. Практическое приложение этого следующее. Я сейчас что-нибудь нарисую, какой-нибудь граф, в котором нет циклов. При этом у него может быть несколько компонентов связанности. Это как раз не имеет большого значения. Может быть рядом с вот этой, вот еще рядом с другой компонент. связанности, которые нас там. И еще что-нибудь нарисовано. Это не принципиально. Одна, две, три, сколько? Что значит пронумеровать вершину так, что ребро идет от вершины с меньшим номером к вершине с большим номером? То есть можно сделать зависимости между этими вершинами, как бы расставить метки времени так, что у нас очередная вершина на свой момент времени, она, все вершины, из которых она нуждается, из которых она, к ней идет ребро из которых, они раньше уже были пройдены. у этой метки времени. Этот алгоритм талтологической сортировки требуется при, ну, например, последовательности компиляции проекта, когда проект вычисляется, и требуется разобраться, какой файл, когда компилируем. или установка пакетов программ. Программа подразумевает какое-то количество установок пакетов. Их нужно устанавливать в соответствии с зависимостями. То есть вначале те пакеты, которые можно раньше, а потом те, которые в них уже нуждаются. или менеджер, когда он делает, пользуется системой управления проектами, то, расставляя зависимости между задачами, мы получаем какую-то раскладку, в том числе по времени, в какую последовательность задачи требуется. Возможно, много разных вариантов. Но, то есть эта нумерация, она не одна, не единственная. Не единственная. В частности, вот если у меня отдельные две компоненты, то можно вот эти в начале переномеровать, а потом вот эти делать. Можно вот эти, а потом вот эти. А можно вообще последовательно. Первая, вторая, третья, четвертая. Но, но, понятное дело, что вот это не может идти раньше. Понятно? Вот есть два алгоритма. Первый из них называется алгоритм Кана. Алгоритм Кана. Идея следующая. Идея следующая. Давайте найдем вершину, давайте найдем вершину, которая ни от кого не зависит. для нее а там есть на что вводится множество вершин от которых она зависит она называется буковкой а вот номера вершин а это у нас множество вершин множество вершин я буду говорить именно в этих мерках от которых зависит вершина к то есть для которых вершина к является концом смежного на инцидентного вершина множество вершин от которых в кавычках возьму зависит зависит вершина так вот я ищу такую вершину которая нас имеет пустым пустое множество вершин от которых она зависит дальше пока пока моя еще одна вот эта нумерация нумерация после это последовательность вершин что ее можно обозначить буковкой п список как вот пока это последовательность вершин пока п по модулю ну то есть длина их меньше чем у нас количество вершин в графе вообще так меньше чем количество вершин в графе вообще что мы делаем найти что мы делаем найти любую вершину найти вершин в у которой множество вершин от которых она зависит это пустое она не от кого не зависит добавить эту вершину в последовательность у меня это срывается рука писать сразу на питоне добавить ее к этой последовательности а теперь что требуется исключить эту вершину из всех из всех вот этих вершин которых от которых зависит все для всех остальных вершин мы ее убираем ну и я короче говоря выкидываю из графа так вот тебе выдан номерок например ты первая так ты первая и я тебя из графа выкину все остальные от тебя теперь не зависят ты уже выполнен обработан на этом шаге выбираю какую-то давайте я пока это выберу выбираю какую-то вершину от которой никто не зависит в данном случае у меня такая одна да без вариантов приходится выбрать именно ее вот но надо сказать что здесь плохо именно поиск вершины которая ни от кого не зависит как я буду искать у меня там трипора у меня нужно будет бежать по всем вершинам графа и смотреть на то какая там размер множества вершин которые зависят от них да при выполнении вручную алгоритм понять вот вполне нормально предсказуемо работаю тогда найти вершину это вершинка вершинка 2 и после этого я ее выкидываю из всех зависит все а можно еще раз п-последовательность вершин п-последовательность вершин п-последовательность вершин а здесь ее нужно вычеркнуть вершину п-последовательность вершин вычеркнуть п-последовательность вершин из всех а как из всех множеств из всех зависимостей а как то есть если я реально буду хранить эти множества по сути списки смежности да граф представляет как списки смежности только здесь обратные по сути списки смежности вершина из которых идет в гроб эти аккаты можно считать их как множество я говорил что списки смежности можно рассматривать множество смежностей для чего граф ориентированный но в данном случае нам интересно смотреть на те вершины не из, не в которые я могу попасть, а из которых я могу попасть в эти вершины. Поэтому это обращенные списки смежностей. Понятно? Перевернутые. Для каждой вершины список тех вершин, из которых я могу в нее попасть. Ну, то есть, вот здесь, когда я вычеркиваю вершину, я ее фактически вычеркиваю из графа в форме списков смежностей. То есть, я бегу по всем n спискам смежностей и ее оттуда выкидываю. Понятно? Веселья малого. То есть, это емкая операция. Поиск вершины, у которой зависимость, то есть, для нас списка смежностей, вот этого вот, множество смертей, ноль. Тоже несладкая операция. Короче говоря, алгоритм Кана неэффективен. Хотя интуитивно понятен. Есть алгоритм, называется алгоритм Дарьян. Ну, сейчас, смотрите. Алгоритм Дарьян. Так, у нас гримя... А, мы уже прогуляли, да? Давайте алгоритм Дарьян запишу. Будем делать? Давайте не будем. Я тоже. Алгоритм Дарьян. Значит, оказывается, можно выполнить топологическую сортировку всего лишь за О от Н. Здорово? За О от Н. Можно выполнить топологическую сортировку. Каким образом? Изначально... А, фактически... Фактически просто осуществляем обход в глубину. Один обход в глубину, в котором мы будем красить вершины. Значит, что мы делаем? Изначально все вершины белые. У нас будет три цвета. Глобальная фактически. Это подход, давайте мы пишем так, подход алгоритм. Это DFS, Deeper Search. И с покраской вершин. С покраской вершин белые, серые, черные. Изначально все вершины белые. Берем какую-нибудь вершину и запускаем с нее обход в глубину. С любой вершины не юст. Ну, у нас есть память DFS. DFS хорошо память? Множество пройденных вершин юст. Помните? Вот у нас есть множество юст. Все остальные вершины не юст. Мы можем отдельно хранить его в отдельном множестве. Чтобы их быстренько оттуда выбирали. Поп вершинки оттуда взяли и добавили. С любой не юст вершины запускаем DFS. При этом, когда я вошел в вершину и еще не вышел, она становится серой. Когда я вошел и вышел черной. Это понятно, да? Значит, я не буду это прописывать, это понятно. Мы это делали, когда мы обсуждали обход в глубину, в ширину. Там я проговаривал по поводу покраски. Помните? Когда там уже еще горит, там сгорает. То есть, в данном случае у нас белые, это, еще не тронутые обходом. Серые, в которые DFS вошел, но рекурсия еще не вышла оттуда. И черные, когда рекурсия вышла оттуда. А он уже все идет на дискотеку. Так вот, если мы вдруг входим в серую вершину, значит, найдем цикл, и топологическая снофировка невозможна. Такое замечание, что если у нас вход в серую, попытка входа в серую. Ну, вы помните, мы уже DFS искали цикл. Мы обсуждали, что если мы пытаемся войти в вершину, в которой уже DFS был, а мы пытаемся туда войти, значит, у нас цикл. Я, правда, не помню, я их красил там или не красил. Значит, еще раз, попытка входа в серую. Следовательно, цикл и алгоритм невозможных принципов. Потому что у нас топологическая снофировка требует чего? Что граф не содержит цикл. Граф ациклический. Понятно, да? Так, это замечательно. Значит, дальше. Мы при выходе из вершины заносим вершину в окончательный список. При выходе, при выходе из вершины, то есть в момент покраски ее в черный цвет, при покраске в черный цвет, мы ее просто добавляем в список вершин. Так, добавляем ее в список. Но, да, ее добавлять надо в начало. Проще, конечно, вот добавляем ее в начало списка. Я покажу начало списка. На самом деле, конечно же, эффективно с точки зрения самого работы со списком добавлять не в начало, а в конец, а в конце этот список просто взять и развернуть. Понятно? То есть здесь получается, что мы начинаем разбирать те вершины, которые от всех зависят, до которых мы добираемся последствия. Ну, давайте, собственно, возьмем какой-нибудь ациклический форограф, нарисуем, в котором у нас вершины зависят друг от друга. Напоминает задачку из ЕГЭ, где у нас количество дорог требуется, количество траектории требуется, да? Итак, поехали. Давайте, с какой-то вершины начали обходить в глубину. Давайте мы не угадали вот эту вершину. Она же случайный, как-то номер, да? У нас первая, например, вот эта вершина. Отлично. Вот с этой вершины начали запускать обход в глубину. Нам пошел обход в глубину. Давайте, свет возьмем. Мелкий лошадник. Запускаем отсюда обход в глубину. Поехали. У нас вершинка вот эта сейчас стала серой. Так, у меня нет черного цвета. Будем красить в желтый, когда станет черным. Давайте наоборот. В зелененькое, когда она серая. А ее трудно включить. Желтый. О, желтый видно? Это серый, синий будет черным. Значит, поехали. Значит, я запускаю. Я добегаю до сюда. Эта вершинка становится серой. Добегаю. Эта вершинка становится серой. Есть еще куда бежать? Нет. Нет. Значит, у нас обход в глубину начинает заканчиваться. Эта вершинка становится черной. И она попадает в список. Ну, как бы она последняя. Но я ее запишу сейчас первым. Давайте я их сейчас как бы с конца, а потом разверну. Но я буду ездить. Я сейчас индексы им не раздавал, чтобы было просто и красиво. Дальше. У меня начинает обход в глубину и заканчивается. Идет обратный код рекурсии. Вот эта вершинка у нас чернее. Ей я ставлю номер 2. Так. Вторая с конца. Заканчивается этой. Я ставлю номер 3. Все. Что делаем дальше? Перезапускаем. То есть я беру любую нею вершину. То есть пока у меня еще есть хоть какая-то вершина. Я беру и снова запускаю обход в глубину с какой-то вершины. Ну, давайте, допустим, вот с этой. Стартовать. Она стала серой. Пошел под глубину. Сюда пришел. Стала серой. Пришли в черную. Ничего страшного. Игнорируем. Если мы в черную попадаем, то игнорируемся. Не страшно. Так, это не страшно. Просто мы не идем туда уже. А не юст. Что мы делаем дальше? У меня вот эта вершина начинает... Вход в глубину заканчивается. Начинает заканчиваться. Эта вершина чернее. Ей выдается номер... Сейчас я ее добавлю. Еще раз говорю. Не в начало, а в конец списка. 4. Дальше что? У меня начинает заканчиваться. И эта вершина получает у меня номер 5. С конца. Ну и давайте, допустим, я сейчас угадал. Вот с этой вот. Начнем. Для ускорения процесса. Потому что если я не угадал, понятно, что в любом случае у меня вот это получится раньше, чем вот это номер. А это потом угадается. Ну автоматически уже угадается, потому что других не любит. Допустим, уже угадал. Все, пошел обход в глубину. Эти серые. Значит, у меня вот эта вершинка дальше не может. Потому что эти все уже юст, они уже черные. Она начинает чернеть. И чернее ей выдается фактический номер. Ну то есть она добавляет начало фактически списка. Но еще раз говорю, я добавляю конец. Потом разворачиваем. Поэтому я пишу 7, 6. Потом продолжает заканчиваться. Это получает 7. И это получает у меня 8. Разворачиваем наоборот список. У меня нумерация вся пошла в обратную сторону. Соответственно, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ну и проверяем. 5, 7, 5, 8. 3, 7, 6, 7. 2, 6. 2, 3. 4, 5. 1, 2. Все. 1, 4. Каждое ребро идет от вершины с меньшим весом к вершине с большим весом. Все понятно? Классно? Согласитесь. Вот эффективность. Эффективность у актен, она прям вот просто за счет того, что мы знаем обход в глубину. Фактически, да? А интуитивный, понятный алгоритм Кана, он с большими накладцами. Удаление вершины, поиск вершин, в которой список смежности пустой. Ясно? Ладно. Значит, мы с вами сейчас поговорили про эффективный алгоритм на графику. Давайте теперь оцениваем. Ситуация, парочку ситуации, когда эффективный алгоритм на графику построить невозможно. Мы уже в прошлый раз, эта ситуация стала в комплексе. А именно, когда говорили о гемельтоновых графах о строении гемельтонового цикла и гемельтонового пути. Не существует эффективного алгоритма, и можно, ну, разве что, немножко оптимизировать. Для графа с небольшим количеством кратности, с небольшой степенью вершины, у нас поиск гемельтонового пути не будет... Поиск гемельтонового пути у нас будет... не n повторял. Так. Топологическую поверхность. Две задачки я сейчас озвучу. Так. Тарьян. Знаете, у нас время ограничено, поэтому я не буду его писать. Его реализация достаточно простая. ДФС с перезапуском ДФС напишет. Хорошо? Нет, не должно писать. Тем более, что это будет разбираться на лабораторах. А, я не сказал, кстати, еще чем отличается контрольная от типовых лабораторных кортестов. На лабораторных кортестах обычно приходит ваш друг. Вы по любой задаче можете приходить, консультироваться, спрашивать, но он вам отвечает и помогает. На контрольной, конечно, преподаватель посмеивается. Так. Тарьян. Удавить этот сотрудник. Итак. Классическими, общеизвестными алгоритмами, точнее, задачами, которые не имеют эффективных алгоритмах, являются задачей кривояжора и задачей о китайском почтальоне. Задача кольми вояжер. Задача кольми вояжер. Это что такое? Путешествие. Путешествие. Задача путешествия. Итак, есть некий граф, в котором есть некоторые вершины. 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 Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Достаточно. Достаточно. В принципе, можно рассмотреть такую ситуацию, что у графа есть большее количество вершин, что это избранные вершины. И паломник захотел посетить вот эти города. Вот он захотел посетить вот эти города. На самом деле, мы можем сейчас взять и сказать, а давайте сейчас забудем. Мне все остальные неинтересны. Все остальные города для меня как среда перемещения. Фактически как дороги. Я запускаю алгоритм Плойда-Воршала и нахожу кратчайшие траектории от каждого к каждому. Да? Все. От каждого к каждому кратчайшая траектория. Все остальные города, они как бы их вычеркивают фактически без графа. А? Один. Понятно? У каждого ребра здесь есть некий вес, который я не записываю. Понятно? Вот я вот эти пути свел к тому, что фактически положил ребро и все. Да? Ну правда, граф у меня получился полносвязный, как полный граф. А? Обведите по кругу тапок. Так вот, паломнику все равно в каком порядке или путешественнику в каком порядке проходить эти города. да. Но он хочет найти оптимальный гомельтонов цикл. Понятно? Значит, гомельтонов цикл здесь точно есть. Почему он тут точный? Ну, потому что у нас тут есть все ребра. Вот. Один, два, три, четыре, пять, один – это все гомельтонов цикл. Так? Ну а вопрос. Любая последовательность вершин, любая, один, два, три, четыре, пять, да. Один, два, три, пять, четыре. Любая последовательность вершин, ну я сейчас не дописываю по поводу цикла, да, то я сюда могу писать , , , , , мысленно я вижу, помню, что к копивайзеру еще возвращаться. Да? Это понятно. Так вот. У меня любая последовательность вершин является допустимой траекторией копивайзера. Правда? Начиная с 1, 2, 3, 4, 5 по перестановку 5, 4, 3, 2, 1. Ну я могу сказать, поскольку я все равно ищу цикл, то мне не важно с какой именно вершины я буду начинать, я могу из всего этого множества зафиксировать, что я всегда начинаю с первой, тогда я перебираю только перестановки вот этих. 1, 2, 3, 4, 5 по 1, 5, 4, 5, 4, 3, 2. Да? Можно так схитрить, сказать, но это не меняет в сути дела. Все равно остается, что у нас? Н факториал. А вы помните с прошлого семестра, да? Рекуррентный алгоритм писали. Понятно, что здесь у нас 5 возможных состояний. Здесь остается 4, здесь 3, 2, 1. 5 факториал. У нас n факториал потенциальных вот этих габинтоновых циклов. Да? Это факториал траекторий. Каждая траектория имеет свой суммарный вес. Да? Задача моего камережера сводится к тому, чтобы найти минимальный по весу габинтоновых циклов. К минимальный весу габинтоновых циклов. Нет. Конечно же. Конечно же. Если у нас каких-то ребер просто нету, то у нас немножко количество перестоновых можно сократить. То есть это то же самое, что мы делаем при поиске габинтонового цикла в принципе. Поиск в глубину, но с возвратами. То есть мы попытались найти, не удалось, мы откатываемся назад и пробуем по какой-то другой траектории. Она может дать нам уменьшение количества переборов, но это не меняет в принципе перебора всевозможных траекторов. То есть все равно всевозможные стекла, какие только можно, нужно будет перебирать. Я восстанавливаю обратно. Значит, вопрос, что делать. Вот реальность такова, что эта задача встречается часто. Иногда эта задача не о цикле, а о пути. То есть когда вы стартуете с какой-то фиксированной точки, заканчиваете с какой-то фиксированной точки. Давайте добавим вот сюда. Это А и Б. Точка А старта, точка Б финиша. Из дома едете на работу. При этом надо заехать в магазин канцелярки, в аптеку, в банк, в магазин игрушек и на почту. Понятно? Вам все равно, в какой последовательности проезжать эти пункты. Да? Так вот, оказывается, что Яндекс.Навигатор за вас эту работу не сделает. Вот вы будете добавлять эти пункты, и вот как вы напишете эту последовательность ему. Да? Вы будете добавлять так, вот этот промежуточный пункт. Он его раз и поставил. Потом вы говорите, вот этот. Он его раз и поставил. Этот. Раз и поставил. Два. Может быть было бы эффективнее по-другому. Не будет перебирать. Все почему? А потому, что задача КММ-мажора требует полных вот всех вариантов. Понимаете? То есть он должен просчитать кратчайшие расстояния между каждыми двумя пунктами. То есть это не Дейкстра. Да? Это Н куб. Флойд Воршелл. Ну или Н штук Дейкстра. Да? Пять у вас промежуточных пунктов. Значит для пяти делаешь. Да? И дальше что? Пять факториалов. То есть сто двадцать вариантов перебирать. Не. Ну это в принципе еще раз. Пять факториалов это же мелочи. А если у вас там десять промежуточных пунктов. То есть эта задача, она именно плохо масштабирует. Пока масштаб маленький. Пять, шесть факториалов. Еще ничего. Но глобально асимхотика, которая вот так вот растет по вот этот факториал, это крайне понятно. Алгоритм решения за датчиками Эмилович Джо. Примерно так же, как для задачи для реабилитационного цикла. Только при этом мы еще и следим за, ищем минимальные. Ну то есть самый претендивный, который все равно асимптотику не ухудшит. Это вот, собственно, перебирать просто тупо все перестановки. Считаем длину пути. При этом если у нас какого-то ребра нет, то плюс бесконечность. Ну нет, автоматично получается плюс бесконечность. Суммарная траектория. И еще среди них минимальную. Все. Нашел минимальную и выбрал на экран на каком цикле. На каком последовательности, на каком цикле это случилось. Понятно? Вот. Все. Пожалуйста. Вот решение задачки КБГРУ. Она решается фактически материалом прошлого семестра перестановками. Да? Либо обход в глубину с возвратами. Так же, как и при том цикле. Вторая из этих задач. Успеем. Я только формулирую. Это задача по китайскому почтальону. Люди где живут? На перекрестках? Скажите. Нет. Люди живут в домах на улице. И граф, который мы нарисуем, он тоже будет вот такой вот. Всего лишь пять перекрестков и улицы. Тут перекрестков нет. Тоннели разъедут. Я могу плоский граф нарисовать. Это, к сути, не поменяет. Так вот, вопрос вот какой. Почтальон... Давайте, наверное, все-таки я сейчас нарисую условно-квадратный. Плоский, сути, грамм. То есть, вот у меня дороги, дороги, перекрестки. Китайскому почтальону надо разнести письма по всему городу. Значит, его задача пройти по каждому ребру, по каждому ребру минимум один раз. Минимум один раз, чтобы доставить почту. Да? Один раз, чтобы доставить почту. Он хочет пройти наименьшее количество километров. Он хочет совершить такое путешествие... А, при этом, я сейчас не помню, к сожалению, там требуется вообще цикл или нет. Но давайте изначально сейчас цикл требуется, да? Значит, требуется найти цикл. Цикл такой, цикл такой. Я обращаю внимание, этот цикл не является простым. Ему все равно, простой этот цикл или нет. Может быть, есть улочка, которая тупик, но ему надо почту туда отнесли. Понятно? Поэтому этот цикл проходит дважды по ребру, если это надо, если это неизбежно. Хоть три раза, хоть пять раз он будет проходить по одному ребру. Если это требуется для доставки почты в какие-то места. То есть, как минимум два раза точно можно. Понятно? Найти такой цикл, да? Минимального веса. Минимального суммарного веса. Здесь есть одна хитрость. Поскольку каждое ребро должно быть пройдено как минимум один раз, да? Каждое ребро должно быть пройдено как минимум один раз. Что это значит? А есть ли такие графы, в которых можно сделать цикл, пройдя по каждому ребру ровно один раз? Как они называются? Эйлеров. 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 Важное замечание. Если граф Эйлеров, если граф Эйлеров, то эйлеров цикл является решением. Так? А Эйлеров цикл можно построить достаточно эффективно, хотя алгоритм я не приводил. Там нужно вычленять всякие циклы, потом их там соединять, эти циклы не пересекающиеся. Но эффективно он есть. А как проверить, что граф Эйлеров? Посчитать степень вершин. Если граф связанный и у всех вершин четной степени, то он Эйлеров. Дальше только вопрос, как построить его. Понятно? Четная степень у всех вершин. А у меня четная степень. Нет. Нет? Три, 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 один, три. Все, документы. Граф не Эйлер. Значит, еще раз. Если граф Эйлеров, то Эйлеров цикл это ответ. Это ответ. Решение. Точнее, найденный Эйлеров цикл является, собственно, ответом. Решением. А вот если нет, то, к сожалению, решение идет только полным перебором. Только полным перебором. Как мы осуществляем полный перебор? Как эффективно осуществлять полный перебор, учитывая, что у нас граф не полно связан. Каких-то ребер может быть нет. Обход в глубину. То есть я начинаю просматривать. А, да, есть такая тонкость. Есть такая тонкость здесь. У нас, сейчас я даже, сейчас, одну секундочку. Дело в том, что у нас возможна ситуация, когда по ребру приходится пройти дважды. Да? То есть еще не так все просто. Сейчас. Ну, я, пожалуй, оставлю ответы в вопрос. Уже наше время заканчивается. 13.41. Все, давайте расходимся. Спросите у преподавателя обратно. Будете решать задачу прочитать в ваших деревьях. Посмотрите. Все, давайте. Ого. До свидания. Сообщите, что у нас полный перебор. Чтобы народ появился. То сразу минус будет.